Вопрос, чего же хочет Бог от человека? Взросление. Вот, вот это и есть ключевое слово. То есть, Бог хочет от человека взросление. И если мы хотим от детей наших взросление, то мы хотим, чтобы наши дети умели нам возразить. Не просто сказали, да ну, мне все это неинтересно, а привели бы разумные, правильные и серьезные доводы. О, это замечательно. Если ты говоришь ребенку, ты знаешь, ты поспаешь неправильно, а он тебе говорит, а вот ты знаешь, а вот по таким-то и таким-то причинам я считаю, что мое поведение правильно. О, замечательно, нам есть что обсудить. И тогда мы можем ему объяснить, почему это так, где он неправ и зачем он неправ. И тогда он поймет, и он станет более взрослым. И это и есть цель Бога по отношению к человеку. Чтоб человек поднимался. Чтоб человек становился ближе к Богу. Ближе к Богу – это не получше слушаться Бога. Ближе к Богу – это серьезно обновлять эти доводы, действительно внутри себя это видеть, уметь с Богом разговаривать. Вот эта динамика, она необходима. Поэтому чем мы становимся как человечество, как социум, как личности взрослее, тем больше мы видим этот процесс в библейском тексте. Когда мы сами были, в человечестве в смысле, было детьми, и в общем-то не было другого варианта, как приказали слушаться, то это одно. Но это не идеал. Да, конечно, когда Моисей выводит евреев из Египта, они еще рабы по своей психологии, и им приходится с директивным способом указывать их вести. Но не в этом цель. Цель в том, чтобы их поднять, чтобы они могли быть сознательны, это вести, чтобы они могли оспорить, чтобы они могли возразить. И поэтому мы находим, чем дальше. Вот в начале, когда после исхода из Египта, все конфликты решаются директивно. То есть народ сказал, воды нет, народ жалуется. Жалуется. Жалуетесь, вот вам вода, пейте. Или там народ говорит, мы хотим в Египет. Ведь в Египет плохо, значит, наказание, чтобы не хотели в Египет. То есть возражения носят характер просто протеста или жалобы, и не являются доводами. А чем дальше по тексту, и чем ближе к концу ухожение в пустыне, тем ситуация меняется. То есть она на самом деле меняется уже там близко от исхода, уже на второй год меняется. Но дальше она меняется еще круче. То есть Мерсей говорит, закон какой-то. Приходят евреи и говорят, ты знаешь, закон такой-то не проходит. Потому что вот то-то и то-то и то-то и будет неправильно. Вот там дочери целовхада, там наследуют ли они удел, свой знакомый они женятся. В общем, какие-то социальные вещи, которые их очень важны. Они говорят, такой закон не пойдет. Моисей обращается к Богу. Бог ему говорит, да, конечно, не пойдет. И разумеется, не так, а вот так. Но если не так, а вот так, то что ты раньше не сказал? А потому что я ждал, чтобы они возразили. Чтобы они не согласились. Потому что тогда они проявили действительно понимание. Если они не согласились с прежней системой закона, то это потому, что они действительно примерили и увидели несправедливость, нестыковку, и говорят, здесь не пойдет, давай-ка менять. И Моисей обращается к Богу, и Бог начинает выдавать законы в ответ на запросы. Вот это совсем другая ситуация. Понятно? И это динамика всего народа. Потому что ребенок воспринимает, что родители надо слушаться и любить. А чем он старше, тем он понимает, что, в общем, слушаться надо, и любить тоже надо. Но главное – это диалог с родителями. А это совсем другая штука. Точно так же мы с Богом. На начальном этапе главное – слушаться. Постарше – главное – любить. Еще постарше – важно разговаривать. Важен диалог, важно взаимопонимание. И вот это очень сложная вещь. Субтитры создавал DimaTorzok